Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Цементный раствор. Как он делается? Постоянный вопрос, практически во всех видео. Я расскажу, как мы делаем раствор. 4 раствора. Раствор для закидки, раствор для штукатурки, раствор для кладки кирпича, раствор для кладки камня. Что меняется в этих растворах? Да, закидка это совсем другое. Там можно по-разному его сделать. Но штукатурка, кладка кирпича, кладка камня приблизительно одинаковый раствор. Плюс-минус консистенция воды. Пожиже для кирпича, погуще для камня. Штукатурка, там уже сам мастер определяет, какой ему надо раствор для штукатурки. Но речь идет о камне. Конечно, на камень надо самый густой раствор. Особенно, если это большие и тяжелые камни. Ведь на самом деле камень камню рознь. В каком порядке мы добавляем в бетономешалку компоненты раствора? В первую очередь вода, в вторую очередь известь, цемент, песок. Все это засыпаем в крутящуюся бетономешалку. В основном наши бетономешалки рассчитаны на пол мешка цемента. Состав раствора. Каким он должен быть? 10-15 литров воды. Среднее, сколько нужно извести, это один мешок 10-килограммовый. Пол мешка цемента 25 килограмм. 6-6,5 ведер песка. У нас цемент М500. Другой не завозят, другим не пользуемся. А вот именно такой цемент на все случаи жизни. У нас 50-килограммовые мешки с цементом. Есть и 25-килограммовые мешки с цементом. Вот здесь, смотрите, 50 килограмм. Вот, смотрите, как показано. Для бетона две тележки щебня и одна тележка песка, цемент и 30 литров воды. Нарисовано, наверное, отталкиваться от температуры воздуха надо. Если песок влажный, тогда может 30 литров. Если песок сильно сухой, так, наверное, и больше. Но для штукатурки мы используем три тележки песка, 50 килограмм цемента. Ну, то есть, штукатурка, как и кироствор, то же самое. Три тележки, ровно, так сказать, по ободочку, если пройти досточкой, вот это три тележки, и в тележку входит 4 ведра. 18-литровых песка, то есть три тележки, это 12 ведер. Если мы разрезаем мешок напополам, то это 6 ведер песка. В общем, обыкновенная арматура. И вот мы разрезали. Это самый упрощенный вариант. Вот, видите, вот так разрезали. Я показал, как у нас это делается. А вы думаете, как у вас? Потому что у вас могут быть мешки тряпчаные, и за счет тряпчаных мешков вы же не будете их резать, правильно? То есть, как-то по-другому надо выходить из положения. У нас они бумажные, бумажные. Раньше была прослойка целлофановая, сейчас ее нет. Ого! Экономят, что ли? Просто двойная бумага и все. Станула бетромешалка. Можно там несколько ведер, допустим, в ведро сыпнуть песка, в первую очередь, прежде чем сыпнули вы цемент, чтобы цемент не пристал нигде. То есть, вымешивается потом хорошо. У нас песок дробленый камень. Крупнозернистый песочек такой получается. То есть, для камня это идеальный вариант. Если взять речной песок, немножко сложно в том, что он мелкозернистый, и камень проваливается, если не делать определенную консистенцию раствора. Вот когда я был в Владивостоке, там раствор должен был у меня быть густой, для того, чтобы строить эти шедевры, которые мы там оставили. Здесь работать с этим песком, отсеем дробленым камнем, намного легче, потому что ты камень поставил, и потом уже берешь кувалдочку или молоточек, и подстукиваешь этот камушек, и он так плавненько-плавненько садится на свое место, потому что на него любую посмотреть. Поэтому, ребята, добавляйте отсев в свой песок, если вы работаете с камнем. А если большие камни, они поставятся на раствор с песком? Все поставится, просто там надо, чтобы сам раствор был густой, чтобы камень можно было пристукивать. Для России, для Украины, для средней полосы. Именно мастера, когда работают, и если раствор не совсем густой, не совсем эластичный, тогда лучше всего к этому песочку добавлять еще отсев. Покупать отсев в самой обыкновенной, в самой мелкой фракции. И добавлять отсев для того, чтобы камни, когда вы пристукиваете, не садились слишком крыты к другому камню, для того, чтобы зазор между ними оставался. Поэтому и необходим вот этот отсев. Ну и потом создается определенный неплохой растворчик. Я показал там на мешке три ведра воды. На мешок 30 литров. Как мы показали на видео, разрезали цемент. Заливаем в ведро полтора, то есть 10-15 литров. Но это, конечно, мало, потому что все зависит от песка, от влажности песка. Консистенцию самого раствора можно отрегулировать водой. То есть, если это лето, если нету дождей, если песок сухой, конечно, вы можете все отрегулировать так, что, допустим, там известь насыпали, сколько-то вам полмышка в мешок, потом два ведра песка, два ведра воды, и все остальное – цемент и песок. Как бы можно лопатой насыпать, и у вас то, что нужно, получится. Ну, то есть, регулировать ведра с песком водой, но это если песок сухой, но если мокрый, если вы плеснете два ведра, то, конечно, у вас там больше ведер песка влезет, потому что вам то нужна консистенция самого раствора, правильно? Поэтому лучше всего засыпать, заливать ведрами и делать по технологии. Точное количество воды назвать невозможно, просто нереально, потому что, да, если у вас песок постоянно сухой идет, конечно, можно приспособиться. Но если у вас постоянно свежий песочек подвозят, а иногда, если после дождей, если влажный песок, то, конечно, там точно не отрегулируешь. А вот именно за счет отмеривания песка бедрами, и потом добавлять воду по консистенции – это да. Для кладки камня мы всегда добавляем известь. Среднее, сколько нужно извести – это один мешок десятикилограммовый, то есть одно ведро. Или, допустим, есть сухая известь. Там, наверное, химические какие-то составные. Сухая известь, возможно, не каждому подойдет. А вот известь, вот такая, как бы гашеная известь, она, конечно, подходит к каждому, потому что эта известь как бы и сушит дом. Ну, вы же понимаете, что цементный раствор тянет влагу, поэтому здесь свои минусы, понимаете? Поэтому для того, чтобы работать, раствор не должен рассыпаться, он должен быть вязким. Вот тогда это нормальный растворчик, с которым легко, хорошо работать. Известь не всегда добавляется, но если нет извести, если это подпорные стены, то там сухую добавляют известь. Если дробленный камень, если много мелкого камня, ну, там можно практически не добавлять извести, потому что за счет вот этого мелкого песочка он как бы пристает нормально. Но если он как бы дробленный, ну, как отсевить, вот он там рассыпается, просто необходима известь. Или, допустим, если там заказчик не дает извести, не покупает, но они делают немножко наоборот. Меньше песка, больше цемента, и за счет этого выиграют. Потому что если нет извести, нереально сделать красивую работу. то ты его кидаешь, а он раз и осыпается, он не пристает. Поэтому известь как бы необходима, вот. Но в зависимости от песка, если у вас там песок речной, он же, возможно, вообще нормально пристает. Вот, а если у вас вот так как у нас отсев, и если хозяин хочет сэкономить, сделать что-то там без извести, потому что, ну, как бы, один мешок раньше стоил 3, сейчас мой 4 евро. Ну, если он хочет сэкономить, тогда, возможно, вовнутрь делать отдельный раствор без извести. Засыпаем известь. Ну, смотря какой песок. Можно вообще не сыпать, если песок такой глинистый. А если он дробленный камень и крупнозернистый отсев, тогда, конечно, когда есть известь, раствор становится эластичным. Но в любую кладку, для того, чтобы сделать хорошую кладку, необходимо известь. Почему мы половину берем на мешка цемента? Ну, у нас как раз бетономешалки на 25 килограмм. И когда кидаешь 6 ведер песка, это получается почти полная бетономешалка. Как раз хватает емкости для того, чтобы хорошо вымешать и подать раствор. Поэтому бетономешалка на пол мешка цемента. Но у нас есть и побольше. Бетономешалка на целый мешок, но она огромная. Но это уже как бы для серьезных таких строительств. Итак, давайте по порядку. В первую очередь мы заливаем воду, известь, потом цемент и потом добавляем песок. Вмешаем, добавляем воду по консистенции, чтобы раствор жидкий не был, чтобы на этот раствор можно было поставить камень, чтобы по этому камню можно было ударить молоточком, чтобы этот камень присел на то расстояние, которое нам необходимо, чтобы он сделал тот зазор между камнями, который нам необходимо. Потому что если, скажем так, у вас жидкий раствор, вы положили камень, у вас раз расплылся этот раствор, и вам потом надо его как-то поставить на место, а потом начинаете сколами как-то выравнивать. Получается так, что там уже не раствор, а воздушная прослойка, и в конце концов это уже не работа, а пародия на работу. Поэтому, если вы кладете камни и строите дома, вам нужен хороший раствор, у вас должен быть специальный человек, который делает этот раствор, который может делать хорошо раствор, в смысле такой, как вам подходит. Лучше всего, когда это не совсем сухой, и не совсем жидкий, в зависимости от камней. Если это побольше камня, он должен быть густой и эластичный, эластичность приобретается за счет извести. Но еще и зависит много от самого песка. То есть, если песок глинистый, бывает такой глинистый песок, который не требует извести много, а бывает песок, как у нас в другой раз, каменистый такой, там побольше извести. Вот мы кидаем, допустим, где-то пол мешочка, а где-то мешок, а где-то полтора, а где-то вообще два необходимо, потому что вот такое, в зависимости от песка. Как я определяю, сколько необходимо извести? Ну, в первую очередь, как с этим раствором работать? Можно с ним работать или нет? Если раствор рассыпается, вы не сможете работать. Для того, чтобы раствор не рассыпался, он должен быть эластичным. Допустим, я поставил камень, и мне надо закидать его с лицевой стороны, закидать там, если где-то какие-то зазубрины, или еще что-то. Я кидаю, а он раз и сыпется. Конечно, такой раствор не подходит. То есть, вот это как бы и определение, то есть, чтобы мастеру было удобно работать, в первую очередь. Если мастеру удобно работать, если этот раствор положил, а он как бы держится кучки, он не рассыпается, конечно, это правильный раствор. Ну и потом, если слишком много извести, он потом начинает прилипать к этому мастерку, как масло становится. Конечно, это как бы и нормально с одной стороны, но с другой стороны как бы не экономно, поэтому извести должно быть умеренно. Ну, я думаю, что, наверное, в крайнем случае можно глину добавлять в раствор, чтобы он был эластичный. Наверное, это создается эластичность очень хорошая. Вместе с цементом? Ну да. Просто сейчас как бы много богатых, состоятельных людей, они не заморачиваются на извести, не заморачиваются на цементе, вообще ни на чем не заморачиваются. Им лишь бы был сделанный тот проект, который они не хотят. Вот мужик всю жизнь работает, и ему хочется что-то своими руками создать, а нет материала. Конечно, глины добавил, песка добавил, отсева добавил, все подобавлял. Конечно, это все расклиниваешь, и все это идеально. Можно вообще одну известь добавлять, у меня не было, конечно, опыта, но я думаю, что если взять шесть ведер песка, и добавить два мешка извести без цемента, или, допустим, немножко цемента, даже немножко, чтобы это была какая-то крепость. Конечно, это, наверное, хорошо будет, потому что цемент не будет тянуть влагу, известь будет сжигать всю влагу, и этот раствор будет неплохой. У нас, конечно, не было таких заказов, мы такого не делали, но, в принципе, я бы хотел попробовать. В общем, этот раствор, о котором я рассказал, он подходит для всего. Для кладки камней, подпорных стен, стен на дом, то есть арок, комарок, дорожек, или кладки углов, или кладки кирпича, или штукатурки. Этот раствор для всего. Поэтому в заключение скажу, заказчики, смотрите, контролируйте своих мастеров, как надо делать, что надо делать. Мастера, делитесь опытом, как делаете вы, что вы строите в данный момент. Не стесняйтесь, разговаривайте, звоните, просто в простоте, берите и звоните. Ну как, не днем, а вечером, потому что днем я тоже работаю. Звоните, пишите, рассказывайте, заходите к нам на сайт, подписывайтесь на YouTube. Все, в чем писем. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте!